всем привет дорогие друзья с вами мастерская мастерок давайте чтобы это было последнее видео которое я записываю из разряда дебилы и нормальные люди начнем с первого хотите задать вопрос пожалуйста приходите ко мне на стрим который бывает один-два раза в неделю на лайв канале ссылочка в описании лайв канал называется город алиэкспресс это мой второй канал второе но немаловажное никогда ни при каких условиях не лезьте в гермоблок жесткого диска только при крайней необходимости никогда не запускайте жесткий диск без крышки крышка должна быть хорошо прикручена точно также все затянуто как и было не чтобы нагнеталась определенное давление внутри чтобы головка парила а не проехалась один-два раза по всей поверхности блина и на этом она закончила свое существование всегда начинайте свой ремонт с розетки дорогие друзья всегда с розетки это естественно метафора то есть все мы начинаем делать с элементарного постепенно двигаемся к сложному в гермоблок не надо лезть вообще я не знаю почему вы все лезете в гермоблок потом не присылаете фото и видео уже трупиков окончательных с головками плюс все манипуляции которые выполняю я поймите у меня за плечами многолетний опыт работы жесткими дисками с электроникой у меня уже забитая рука это то же самое что вы станете против мухаммеда али в боксе походя на тренировку день-два это тоже самое это абсолютно бессмысленно я вам показываю иногда сложнее примеры иногда легче примеры но в любом случае я вам показываю надеюсь на ваш здравый ум и разум если я показываю что можно слегка подогнуть головку и показываю как где в каком месте чуть-чуть слегка чтобы можно было не играться с болтом чтобы просто на на там микрон там как какой-то и и чуть чуть выше поднять или чуть чуть ниже после удара это не значит что надо выгибать до состояния того что она в выгнутом состоянии буквой г становится если я вам показываю что снимаю крышку гермоблока меняю головку я никогда не запускаю без крышки у меня было всего одно видео экспериментальное суть этого видео было показать вам в том как быстро умрет жесткий диск с открытой крышкой они в том что этот запуск нормальный очень много людей ссылаются на это видео но я там четко говорю что вот ребята после этого диск не проживет и дня допустим я его запускаю специально вам показать насколько пагубно это влияет ну ну блин ну ребята ну следующий момент смотрите есть такой вид людей которые вообще не понимают скорее всего где они что они делают сами пример основной есть главные узловые напряжения платы в д там тарабайтника или 500 гигов не важно формата 35 я вам показывал какие напряжения есть это не означает что такие напряжения есть только на такой плате именно такой ревизии приблизительное напряжение есть на всех жестких дисках в д и и и 500 гигов и терабайт и мы с вами разбирали какие главные узловые должны быть напряжение там полтора вольта 2 вольта и тому подобное обязательно должно быть на дисках формата 3 5 12 вольт и 5 вольт еще также напряжение на 2 и 5 дисках 12 вольт точнее 11 формируется само на плате но оно тоже должно присутствовать ребята это не означает что вот я вам конкретную модель показал а все другие такой плохой не показал просто нет смысла они приблизительно все одинаковые но самое главное не лезть в гермоблок после этого ремонт невозможен если вы запустили жесткий диск с открытым гермоблоком еще и радостно включаете выключаете ему питание он раскручивается себе пищит а вы это все давайте еще раз его включим но уже запишем видео отправим мне блин ребята все ремонт окончен выбрасывайте все в мусор если вы открыли гермоблок просто так и не сделали никаких манипуляций то следующее открывание гермоблока и запуск жесткого диска сводится к нулю вообще ребята запомните что каждый лишний запуск жесткого диска уменьшает шансы достать информацию жесткого диска уже в разы то есть захотели вы сэкономить отдать соседу дяди ваня отдайте он его запустит десять раз потом те диване адаст дяди петти дяди петти его запустит десять раз даже не открывая гермоблок но в том случае когда его можно было бы сделать при первой ошибке после первом разе когда он у вас перестал определяться видится раскручиваться или цокать стал еще есть возможность его спасти но после всех ваших манипуляций это все сводится практически к нулю там до пяти процентов восстановления сами понимаете и после этого не мастер рукожоп это вы рукожопы вы не думаете головой что вы делаете а так нельзя самое первое самое главное взять мультиметром прозвонить все узловые напряжение если они на плате если все на плате нормально подключить плату отдельно есть видео я вам показывал методику выявления в чем неисправность гермоблоки или в плате вы же не хотите смотреть никакие из моих видео выход открыли первого попавшиеся о это подойдет восстановление данных мне надо восстановить данные но видео про форматирование хрен с ним форматнем и и что в конечном счете в конечном счете вы теряете информацию есть разные заболевания вы знаете у человека кошечек собачек и тому подобное существует врачи ветеринары и много других специальностей которые ставят диагноз и нас на основе этого диагноза выписывают свои лекарства для человека для выздоровления если диагноз окажется не точный то лекарства могут убить человека то же самое нужно четко понимать и соображать что у вас произошло с вашим диском почему он именно так работает что послужило причиной какая какая история поломки это все помогает восстановлению диска данных возможно просто данных возможно просто диска но все равно а просто тупо вот я увидел тут там он щелкает он там головку менял у меня головки нет но там я поставлю головку там у меня 500 гигабайт ник я поставлю головку там от 50 гигабайт ой нет не получилось все то есть вы должны понимать что вы делаете как вы делаете и зачем вы это делаете если вы поставили неверный диагноз а я вам показывал своих видео и рассказывал говорил ребята посмотрите есть симптомы похоже у меня была целая линейка видео с практически одинаковым стуком но стуки разные там еще и слушать надо слушать смотреть как моргает светодиод какие стуки в какой последовательности стуки даже стуки бывают разные разные бывают запуски жестких дисков с разными или секундная задержка это тоже все нужно учитывать это все нужно смотреть в общем я в шоке господа у меня сейчас какая-то волна пошла наплыв опять вас с вопросами хотя я вам уже говорил я уже даже поставил в трейлер канала при приглашении принимать участие на моих стримах вы же упорно этого делать не хотите и вы мне ломитесь в личку закидывайте меня вопросами в группе пожалуйста придите на стрим и послушайте другие ответы на вопросы и свои зададите будете умнее очень редко бывает такое что вы идете по лесу за грибами и сразу натыкаетесь на грибную полянку потом еще на одну еще на одну в основном вам надо походить это поискать то же самое в любой вашей проблеме решение сразу не попадется фильтруйте анализируйте у меня очень много видео очень много видео со схожими симптомами не включается не определяется стучит но везде разное решение ситуации как как именно не включается как именно стучит как именно не определяется в этом и кроется вся соль что бывают разные случаи господа проходите подпишитесь можете подписаться еще на мою группу там я выкладываю тоже новости какие-то сообщения вот было сообщение что она прошла неделя будут распаковки дополнительно еще на канале потом вы не подписываетесь вы это не видите вы это не считаете вам оно не надо но вы при этом при всем очень хорошо возмущаетесь что вот как так распаковки но извините ребят вы не прочли вы не перешли это ваши проблемы не мои я свою часть выполнил я вас предупредил тем более что не нравится распаковки не смотрите их я такого не понимаю там дизлайк отписка за видео с распаковкой значит вам никогда и не был интересен мой канал вы простой потребитель который хотел найти какую-то свою проблему просто забыл отписаться вовремя и все это так и никак иначе ребята не лазите в гермоблок если вам важны ваши фотографии видео за всю вашу жизнь и за жизнь ваших детей со свадьбы с похорон с чего угодно с дней рождений с абонтуев или со свингера вечеринки то просто если вам нужны эти фотки не пожалейте денег я не единственный кто чинит жесткие диски можете меня не выбирать можете выбрать кого угодно другого но обязательно чтобы этот человек был профессионалом в своем деле чтобы он умел это делать это главное это главное тогда вы получите желаемое и все у вас будет хорошо и напомню еще раз господа еще раз я пароли не снимаю и не просите и не упрашивайте у меня есть определенные нормы того чего я делать никогда не буду ни за какие деньги поэтому как то так про пароли да и извините пожалуйста но головки прошивки платы пусть даже вы мой подписчик но бесплатно это не будет то есть мне их нужно покупать за свои деньги я в них вкладываю деньги и время и я не раздаю могу поменяться на то что есть допустим у вас посмотреть ходовая она или нет но я или продаю или меняюсь в общем надеюсь мы друг друга поняли подписывайтесь там колокольчик лайк лайки тоже кстати подбадривают меня как автора очень сильно и ваши подписки чем больше вас появляется в группе но в топовом канале на основном канале тем мне естественно приятнее и я с большей любовью и душой делаю свой контент а я его делаю один вас много я один ребят так что давайте цените любить друг друга всем спасибо за внимание всем пока пока